Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, мне самому это интересно. Граф Миних, текст по книге Санкт-Петербург, под редакцией Даринского. Даринский, Старцев, Мулин, Браже, Бойко. Среди иностранцев, приглашенных Петром Первым на русскую службу, особое место занимает фельдмаршал граф Миних. Впервые Миних увидел Россию в 1721 году. Начал службу русскому царю в качестве военного инженера, создавая план кронштадтских укреплений. Потом получил чин генерал-майора и вскоре завоевал полное доверие императора. Петр Первый как-то произнес в Сенате. «И всех иностранцев, бывших в моей службе, он лучше всех умеет предпринимать и производить великие дела. Содействуйте ему во всем». При вступлении на престол Анны и Анны Миних был назначен президентом военной коллегии и через некоторое время получил звание генерал-фельдмаршала. Сделался одним из главных деятелей Анинского царства. Среди полезных свершений Миниха следует назвать уравнение жалования русских офицеров с иностранными, находившимися на нашей службе. Основание кадетского корпуса, который разместился во дворце Меншикова. Заведение ранее неизвестной в России тяжелой конницы, керасир, сыгравших важную роль в усилении армии. Есть немалые заслуги Миниха и перед Петербургом. Во-первых, как полагает, именно он убедил Анну и Анну переселиться из Москвы обратно в Петербург. А во-вторых, именно он внес весомый вклад в осушение болот. В 1773 году он предложил в течение шести лет осушить огромную территорию между Невской перспективой и той местностью, где впоследствии разбили Таврический сад. Миних успешно справился со своей задачей, причем за более короткий срок, чем предполагал. Получил ей обещанную награду участок по правую сторону Невского проспекта в границах нынешней улицы Марата, Кузнечного переука и Лиговского проспекта. Участок так и назывался двор Миниха. Ну а при Елизавете Петровне Миних отправился в 20-летнюю сибирскую ссылку. Имения его были конфискованы. Когда императрица Елизавета умерла, судьба Миниха сделала очередной крутой поворот. Сенатский курьер доставил далекий пилым указ Петра III, который приглашал его вернуться в Петербург. По возвращении в 1762 году он получил обратно шпагу, ордена, графский титул и чин фельдмаршала. Вдобавок к этому император распорядился о покупке в казну у шталмейстера Нарышкина каменного дома. И об отдаче его нововечное и потомственное владение генерал-фельдмаршалу графу Миниху. Вместо отписанного у него в прежние времена дома на Васильевском острову, занимаемого морским кадетским корпусом. Миних вселился в новоосомняк, украсил фасад военной атрибутикой, напоминая современникам о своих былых подвигах в русско-турецкую войну 1735-1739 годов. Последние годы жизни он провел на участке, где располагается дом Политейнову 44. Разумеется, дом многократно перестраивался. Нынешний вид ему придал архитектор Пель в 1856 году. Умер граф Бурхард Кристоф фон Миних 16 октября 1767 года в Петербурге в звании генерал-маршал. Ну вот так вкратце о графе Бурхарге Кристофе фон Мюнихе, известном в России как Кристоф Антонович Миних. Российском генерал-фельдмаршале немецкого происхождения, наиболее активный период деятельности которого пришелся на правление Анны Анны. Подполковники Преображенской лейб-гвардии полка 1739-го за победу над Турцией. Все, пока-пока, до свидания, узнали интересную информацию, до свидания.